В российском суде мы привыкли к тому, что стороны предлагают кандидатуру экспертов, обычно это по вопросам все-таки больше требующих специфических и специальных познаний, а суд назначает эксперта. То есть, если говорить английской терминологией, это court-appointed expert. Как ты сейчас сказал, когда вопрос идет о эксперте по российскому праву, может быть не только о таких экспертах, иностранный суд больше склоняется к эксперту назначенному или привлеченному стороной, то есть party-appointed expert. Не могу бы рассказать чуть больше подробно разницы между court-appointed expert и party-appointed expert и все-таки какой механизм чаще применяется в иностранном суде. Соответственно, если мы говорим про party-appointed expert, это как раз тот случай, когда сторона, ну или ее юристы, что чаще бывает, сама находит эксперта, и дальше есть два варианта. Первый вариант – сама формулирует вопросы к этому эксперту и ставит их, а другая сторона – свои вопросы к своему эксперту, какие они сочтут нужными. Либо второй подвариант – вопросы согласовываются сторонами, утверждаются судом, и, соответственно, каждая сторона своему эксперту одинаковые вопросы задает. Если говорить про вариант court-appointed expert, то есть эксперт, назначенный судом, это гораздо более редкий вариант, будь то государственное правосудие, либо международный коммерческий арбитраж. Соответственно, он похож на процедуру, которая в наших государственных судах применяется. То есть, каждая из сторон в праве своего кандидата предложить суду, а суд выбирает из кандидатов сторон, либо может вообще сам выбрать какого-то из своего списка кандидатов. Второй случай. Почему он реже? Ну, скажем так, в принципе, если мы берем западное правосудие, особенно англо-американскую модель, как мы знаем, это процесс состязательный. То есть вмешательство суда в спор минимально. Поэтому стороны сами все делают, судья только сидит, слушает. И, скажем так, элементы инквизиторного процесса в основном возникает, когда, ну, например, судьи послушали экспертов обеих сторон, и им кажется, что, ну, не знаю, и те, и те врут или что-нибудь. Ну, то есть они сомневаются, либо настолько противоречивы показания экспертов, что судьи просто не могут понять, где же истина. И в этом случае они тогда иногда прибегают к варианту, что находят своего эксперта и прислушиваются к его мнению. А как происходит процедура поиска эксперта? Или как тебя находят как эксперта? Как это происходит? Есть какой-то пул, есть какой-то рекомендованный список, как, например, там, Чембрз, не знаю, Легал 500, или смотрят в эти самые списки? Как это вообще? Не, ну, понятно, что списка нет никакого. Эксперта, если мы говорим эксперт по российскому праву, но прежде всего смотрят область познаний, да, то есть, во-первых, в широком смысле, то есть это может быть уголовное право, может быть коммерческое право, это может быть какое-то там семейное право, и далее, может быть, даже, ну, более узкие блоки, да, потому что понятно, что если брать область гражданское право, да, то это слишком широкое, и мало кто может сказать, а я специалист по всем вопросам гражданского права. То есть кто-то специализируется на ценных бумагах, кто-то специализируется, не знаю, там, на цессии, например, да, там, ну и так далее. Соответственно, первым делом вычленяются специалисты в этой области. Ну, а как они вычленяются, есть разные, скажем так, способы поиска. Ну, во-первых, это научная работа, да, то есть понятно, что если человек там написал 10 книжек на эту тему, скорее всего, он специалист, если сам писал. Вот, а второй вид поиска – это рекомендации. Очень часто сарафанное радио работает отлично, и спрашиваешь у коллег, говорит, «А я вот по такому вопросу привлекал Иванова, Ивана Ивановича, и мне показалось, был очень эффективен». Далее происходит сужение, то есть вначале определяется так называемый шорт-лист, ну, там, может быть, 5-10 кандидатов. Следующий этап – это проведение с ними встреч. Собеседования. Собеседования, интервью, как угодно, да, это можно назвать. Кто его обычно проводит? Иностранные юристы, российские юристы, сами? Это может быть и так, и так, может быть комбинация. Я помню, у меня, скажем, первое дело, где мы довольно активно искали юристов, это… Экспертов. Извините, да, экспертов. Это такой был известный процесс по делу таджикско-алюминиевого завода, ТАДАС, лет 10-12 назад, было несколько дел в Англии. И нам, английские юристы, которые вели дело, нас попросили, ну, как говорит на меня, найти эксперта по таджикскому праву. Соответственно, мы делали шорт-лист, а потом уже вместе с английскими юристами проводили с ними встречи. И как, какие критерии, вот, о чем спрашивают, насколько важно знание, например, английского языка, или, там, практический опыт работы в процессе, или как поверяют знания материального права? Или дают сначала какие-то вопросы предварительные, материалы изучать, и потом уже по ним гоняют, задают вопросы, или просто на общую адекватность смотрят? Да, наверное, знаешь, практически все, что ты сказал, все имеет место быть. Если говорить с, ну, первым делом, наверное, общая адекватность, потому что, ну, неадекватный человек, он никак, нигде, никогда, ни при каких обстоятельствах не пригодится, даже будь у него, там, совершенно английский, блестящее познание. Во-вторых, выясняется позиция этого человека по вопросу. То есть вопрос спорный, и есть группа, скажем, ученых, которые занимают одну позицию, есть группа ученых, которые занимают другую позицию, и очень важно понять позицию этого конкретного человека, потому что будет странно, если он написал несколько работ, где он занимал одну позицию, а тут он переметнулся, и его, естественно, быстро на этом поймают. Во-вторых, английский язык имеет значение, он не определяющее значение, но имеет значение, во-первых, если человек хорошо говорит и пишет на английском, с ним удобнее и комфортнее работать, то есть нету, как бы, какого-то прослойки, да, которая все это переводит. А во-вторых, если придется выступать и, там, быть допрашиваем в суде, человек, который говорит по-английски, у него больше шансов, скажем так, убедить судей, потому что он говорит напрямую, а не через переводчика. Но, с другой стороны, когда говоришь через переводчика, я слышал такое мнение, что есть больше времени подумать, если ты, тем более, понимаешь. Плюсы-минусы. Но все-таки, если так взвешивать, главный плюс – это непосредственное восприятие судом, то есть когда человек может напрямую говорить судьей, это, скажем так, гораздо более серьезное преимущество. Понятно, что если перевод, да, у человека есть возможность подумать, но все-таки пропадает вот этот эффект непосредственности. Ну, а с какими-то материалами дела нужно дать эксперту ознакомиться, заранее направить ему перечень вопросов к встрече, вот этому, к собеседованию, чтобы выяснить? Обычно, да, обычно какие-то наиболее принципиальные вопросы направляются с тем, чтобы можно было, например, на этой встрече выяснить как раз позицию, предварительную позицию эксперта по этому вопросу. Ну, потому что если его, мы понимаем, например, что его предварительная позиция нам не подходит, то, значит, и эксперт нам, скорее всего, тоже не подходит. А конфликт интересов как проверяется? Да как в любой другой, наверное, области, как он проверяется для судей, юристов, да. Для арбитров. Да, то есть первым делом, когда контактируют с экспертом, называют наименование сторон, чтобы можно было проверить конфликт. Бывает не первым делом, да, бывает настолько засекреченное дело, что даже нельзя, но сначала выясняют позицию, а потом, если понимают, что все нормально, могут раскрыть сторону. А тебе приходилось отказываться от предложения выступить в качестве эксперта? Приходилось, но буквально, наверное, один раз. Скажем так, в основном отказываются из-за конфликта интересов, первая причина. Но так как наша фирма маленькая, в этом у нас большое преимущество. У нас конфликт интересов, да. Если брать там предыдущие мои фирмы, да, где я работал, там, PPI, большие партнеры, там, Freshfields, да, то есть там очень много конфликтов, потому что фирмы международные. А в маленькой фирме это очень удобно. Это первая причина отказов. Вторая причина отказов – перегрузка. То есть многие сейчас эксперты, там, у человека просто нет времени, говорит, там, когда, говорит, нужно экспертное заключение. Ну, там, типа, к концу недели, ну, я не успела, да. Третья причина отказов – это когда мнение эксперта, собственно, не совпадает с тем, что хочет клиент, да. И, соответственно, чтобы не идти против совести, то есть, говорю, извините, я вам не смогу так написать.